Меня зовут Василий Рыжонков, я основатель компании Arena Space. Мы развиваем сеть парков развлечений виртуальной реальности. Что мы делаем? Мы доставляем удовольствие, радость, страх или боль, или то, что вы хотите испытать нашим клиентам, нашим гостям. Это дети от 6 до 106 лет, семьи, компании с помощью технологий виртуальной реальности. Мы совмещаем три вещи. Первая – технологии до полной виртуальной реальности, интертеймент и офлайн ритейл. Тем самым строим VR-парки. В отличие от традиционных парков развлечений или кинотеатров, мы предоставляем новый уровень эмоций или погружения в контент, в историю. Вы испытываете контент, как бы погружаясь в него. Если говорить о том, что мы используем для того, чтобы создавать этот уровень эмоций, это более 25 различных продуктов, которые разрабатываем в том числе мы сами, и они интерактивные, они неинтерактивные для одного человека или для нескольких. Первый парк мы построили в Москве в сентябре 2016 года. За этот год мы отпилотировали 6 разных форматов от 25 до 200 метров квадратных и сейчас двигаемся в сторону большого парка развлечений в 500 метров и более. Что мы имеем на текущий момент как бизнес? Мы стартап на уровне СИДа, 7 парков открыто, мы уже отпилотировали франшизную модель и продаем сейчас по 1-2 франшизы в месяц, имеем 15-16 лидов в неделю. 4 парка открыты по франшизе в 5 городах, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Симферополь. Выручка наша в этом году составит 300 тысяч долларов, а мы принимаем 25 тысяч клиентов на текущий момент. Из достижений мы вырастили наш средний чек от 350 рублей до 700 каждый месяц на 5%. Как мы это делали? В первую очередь мы постоянно меняли нашу бизнес-модель и упаковывали сервисы, упаковывали клиентский сервис, обслуживание, маркетинг. Мы планируем развиваться по франшизной модели и в следующем квартале продать уже 10 франшиз, а как следствие развиваться в первую очередь по франшизной модели. В чем наша уникальность? Первое, мы создаем собственный контент для ключевых продуктов, это квесты полного погружения. Второе, мы сами разрабатываем IT-систему, которая полностью оцифровывает клиента в наших парках. Мы не только знаем его фамилию, имя, отчество, имейл, телефон, более того, мы еще и управляем каждым клиентом в парке франчайзи. Возвратность наших клиентов сейчас составляет 35% каждый месяц. Наша команда – это 77 лет опыта в индустрии франчайзинга, развлечений, VR, IR, а также IT-разработок. Это люди, которые имеют опыт в управлении парками более 500 тысяч клиентов в год или открытие более 50 магазинов в месяц. Наши адвайзеры – это не просто люди, которые стоят у нас с Эконостасом, в частности Павел Брюн, создатель трех шоу «Цирка в Дюссалей», создает вместе с нами сценарий и контент, уникальный контент для наших парков. Тони Воткинс является проводником для мейджоров в компьютерной индустрии, и мы планируем сублицензировать у них очень крупные франшизы типа Варкрафта. Наш рынок – это 1 миллиард клиентов в год. Если говорить узко, то мы работаем на рынке VR-парков, и это 200, приблизительно 100 миллионов к 2020 году с ростом 90%. Если узко смотреть, то мы работаем в нише «Location-based entertainment». Это парки от 50 до 2000 метров квадратных, которые мы развиваем в CRC. Коллега, давайте ближе к цифрам. У нас время истекло. А, извините, пожалуйста. Да, да, да. Тогда давайте я пропущу самое главное. Что мы планируем сделать в этом году, в 2018? Мы планируем открыть сеть в 25 парков, построить первый большой парк в 500 метров. В одном из CRC Москвы уже подписано соглашение об аренде. Выручка будет 90 миллионов в год в следующем году. Это так будет выглядеть наш парк. Пропускная способность 10 тысяч человек в месяц, а средним чеком 770 рублей. Мы сейчас привлекаем деньги, первое, на развитие франчайзинга, второе, на маркетинг, третье, на увеличение развития продукта. Это 25 миллионов рублей. Второе, на парк, первый большой парк в России, в Москве. Третье из этих денег уже собрано, в том числе я сам вкладываю туда свои средства. Все, инвестируйте в будущее развлечений вместе с нами. Arena Space. Спасибо. Так, ну теперь начнем с базового. Так все-таки что мы с вами продаем? Можете вернуть, да. У нас две вещи. Первое. Давайте начнем с какой-то одной, потому что у нас не такой, у меня мозг маленький. Давайте что-нибудь одно продадим, вот у нас потому что… Продадим кому? Инвесторам? Да, у нас есть инвесторы, которые хотят все-таки вот под конец вечера отдать денег. Да. Мне отдельная доля, но вот собственно… Мы продаем растущий бизнес, который… Коллега, растущий бизнес это скорее всего палатка с шаурмой. Так, давайте, что мы продаем? Мы строим сеть парков. Окей? Это первое. Как следствие, мы понимаем, что эти парки зарабатывают деньги, мы получаем через… Много слов, подводящих к тому, что мы продаем. Давайте без подводки. Хорошо, по-другому. В будущем году мы планируем построить 25 парков и один большой парк. Так. Для этого нам нужно 25 миллионов рублей на развитие франшизного направления, маркетинга. Это вы будете строить или будут строить франшизи? Франшизи, конечно, в первую очередь франшизи. То есть они построят… А на что вам тогда деньги-то? Это же они будут строить. На усиление нашего франшизного отдела. Это первое. Рекламы. Второе на рекламу. Ну, по сути дела, франшизный отдел – это реклама. Нет, вы не правы. Франшизный отдел – это в первую очередь… Люди. Это запуск объектов. Второе – это поддержка объектов. Третье – это виды генерации. Это люди. Ну, с точки зрения этого, да, это люди. То есть вы хотите, чтобы за 25 миллионов эти милые люди наняли других людей на работу? Ну, по сути дела. Совершенно верно. Ну, то есть мы устабируем компанию. Потому что первое – мы предлагаем долю в компании. И второе – мы… Долю в какой компании? Франшизной? В нашей, конечно. А сколько у вас оборот в вашей компании? 300 тысяч в этом году. Сколько? 300 тысяч долларов в этом году. 300 тысяч долларов в этом году. И какой процент, за какую сумму вы предлагаете? Мы сейчас предлагаем микс. Первое – можно инвестировать… Давайте без микса, потому что у нас 300 тысяч. 30% в компании. Это приблизительно 20 миллионов. А затраты-то какие? Затраты какие? В компании? Ну да. Сейчас наш кэшберн в месяц – это 2 миллиона. Мы вырастим в приблизительно 1 миллион. То есть будет 3. 3 миллиона – это много. Сколько нам мы хотим этот инвестор получить? То есть в 2-3 раза больше, чем выручка. В 2-3 раза больше, чем выручка у вас затраты. Это сейчас. Это для финансов. А сколько стоит организовать один шоу-рум? Один парк. Если мы говорим про 500 метров, то это 15 миллионов рублей. У него EBITDA приблизительно 40-50%. Подождите, коллега. Рентабельность возникает тогда, когда хотя бы мы не минусуемся. Мы строим парк и с первого месяца зарабатываем. И наши франшизи в том числе. Не учитывают капитальные затраты. Да, не учитывая капитальные затраты, это как-то интересно зарабатывать. Нет, причем мы учитываем капитальные затраты. Тогда вы не можете в первый месяц уже зарабатывать. А когда вы не можете зарабатывать в первом месяце. Давайте так. Мы выходим на операционную прибыль в первом месяце. Окупаемость парка в зависимости от формата, от 50 до 500 метров. Вы меня простите, я готов все что угодно выслушивать, но на операционную прибыль вы можете только в том случае, когда вы хотя бы начинаете обслуживать процент по кредиту, который вложен в капитальные затраты. Это как минимум. А на самом деле еще и гасите тело кредита. Вот тогда можно произносить вот это с точки зрения финансов. Скорее всего вы даже сейчас очень жестко минусуетесь. Потому что до тех пор, пока вы не вернули капитальные затраты, говорить об окупаемости нельзя. Это люди адекватные. Хорошо, я переформулирую. Давайте переформулируйте. Один парк выходит на окупаемость через год. С учетом капитальных затрат. Окей, хорошо. Если у коллег вопросов нету, спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.